Царю небесный, утешителю души истинных, И в жизни сыты, и вся исполняя сорвовища моих, И в жизни подателю принятий селися мы, И очистим всякие скрены, и спаси благое души наша. Исай, я громко помолюсь. Господи, благослови нас на эти занятия, Дай нам разум, понимание священного Писания Твоего, Помоги применить нам жизнь его, Помудри нас, Господи. Дай нам терпение во всех наших жизненных делах, Будь милостью нам веждаю. Тебе же за все слава, болейте, любовь. Аминь. Аминь. Откровение читаем, да? Соборайте. Дальше продолжаем. Тринадцатая голова, шестнадцатый, семнадцатый стихи. Чего? Откровение. Откровение. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, Положено будет начертание на правую руку их или на чело их, И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Толкование. Здесь видим дальнейшее действие уже пророка по привидению всех к престолу Антихриста. По обычаю древних римлян, воины иногда выжигали на своих руках и на лбу имена своих предводителей, а рабы, добровольно или насильно, имена своих господ. Принятие знака есть принятие того, что этот знак обозначает. Различные общества имеют свои знаки, и вступившие в эти общества принимают их и обязуются исполнять уставы и правила общества. Имеет свой знак и христианство. Это знамение креста. Святой Василий Великий пишет, Из сохраненных в церкви догматов и провиданий, некоторые мы приняли от апостольского предания, по преемству, в тайне. Прежде всего, апост, прежде всего, упомянутым о первом и самом общем, чтобы уповающие на имя Господа Иисуса Христа знаменовались образом креста. Правило девятое. О совершении христианами крестного знамени пишут уже древнейшие писатели Тертулиан и Лактанцы. Многие святые отцы именовали крестное знамение печатью Христовой. Это нам печать, которой от язычников и иудеев отличаемся. Говорил Амбросий Медиаланский. Крест – это знамение Сына Человеческого, Матфея 24,3. В противоположность печати Креста и печати Животворящего Духа Святого Христиан, Антихрист предложит свою печать. По приказаниям уже пророка, все люди должны будут принять ее. Это будет возможно благодаря всемирности и централизации Антихристового государства. Об этом пишет и Прим Сирин. И будет полагать свою печать ей скверную, ни на каком бы ту ни было члене тела, но, чтобы не затруднялись им, будет полагать ее на правой руке человека. А также на челе положит нечестивые начертания, чтобы человек не имел возможности правой рукой напечатлевать на себе знамение Христа Спасителя, знамение нашего, и также не мог наименовать у себя на челе, без сомнения, страшное и святое имя Господне и славный и страшный Крест Спасителя. Ибо знает сей злочастный, что Крест Господень, если будет на ком напечатлен, разрушит всю его силу, и потому будет класть печать на правой руке человека, так как она запечатлевает крестом все члены наши. А подобным образом и чело на верхе в своем носит спасительное знамение, как священник носит на себе светильных светов. Итак, братья мои, всем верным и сильным крестолюбивым предлежит страшный подвиг, чтобы ни однажды не устухить до чашно-смертного и не изнемочь, когда змей будет начертывать печать свое вместо Креста. Ибо всеми способами будет ухищряться, чтобы имя Господа и Спасителя Сие, всесвятое и причистое имя, вовсе не было именуемо во времена змея. Сделай же и сие немощным, страшайся, крепеща святой силе и Спасителя во имя. Ибо кто запечатлевается его печатью, тот не будет пленником его мечтания. От такого не отступит Господь, но будет просечать его сердце и привлечет к себе. Сердце, не запечатленное Духом Святым, а свернится печатью Антихриста. Запечатление Антихриста в правой руке означает также пресечение правых дел, а запечатление отчела – порещение ума. Запечатление Антихристовой печати будет независимо от общественного положения, богатства, всем – малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам. Положено будет начертание. Здесь мы, кстати, снова видим, что до самого конца остается в обществе деление на богатых и нищих, свободных и рабов. Это деление внесено в мир грехов, не может быть изменено никакими социальными преобразованиями, реформами, переворотами, прогрессами. Как именно положено будет начертание, об этом нет никаких указаний в Писании. Это откроет самое время, когда все это совершится. Указано только, что это начертание будет либо имя зверя, либо число имени его. В этом, собственно, нет никакой разницы, так как по еврейскому и павреческому обычаю буквы означают и цифры. Так что известное сочетание букв можно прочитать и как слово, и как число. В различные времена существовали самые различные попытки определить печать Антихриста и выдать за нее какое-то современное явление. Так объявлялись печатью Антихриста четвероконечный крест, троеперстное крестное знамение, герб российского царя, паспорта, деньги, нечестие, ереси, церковные таинства, партбилеты. Но все подобные мнения никак не соответствуют ни учению Священного Писания, ни разумению своих отцов. Ни одной из этих мнений нельзя согласовать с тем, что говорит о печати Антихристописания. Другое дело, что нечестие, ереси, богоуступничество и различные государственные и общественные системы действительно подготавливают почту для той реформы, которая будет осуществлена лже-пророком Царства Антихриста. И сегодня нам уже совсем нетрудно представить себе, как бы это можно было осуществить. Но не будем гадать, а оставим самим грядущим событием сказать свое слово. Необходимо уяснить, что как апостол, кроме Антихриста, что придет, указывает на то, что и теперь появилось много Антихристов, 1 послание Иоанна 2, 18, так и кроме печати, что будет в кончину века начертано на нечестивых, поклонившихся Антихристу, и теперь есть много печати, которыми запечатлеваются неверные. Всякое неправое дело есть запечатление правой руки, а не правая мысль запечатление чела духом Антихриста. Самого Антихриста еще нет, но его дух и ныне действует в ценах противления. Нет еще и той апокалипсической печати, но и теперь запечатлевают ее нынешние лже-пророки нечестивых. А на страшном суде на всех нечестивых обнаружится недочертание Антихриста. Тогда они спросят, когда же мы ее принимали? И ответят им правильный судья, когда они исповедовали меня, когда грешили и не каялись, когда безумно проводили время в суете, увеселениях, прозврате. Матфея, 25-й год. Это много, это большое толкование. А вот уже подобное-то есть или нет. Вот в один день раз и всем печать, это так не делается. Я вот когда стою, в вокзале бывает, и видишь, народ идет разный там, видно, что южные народы, какие-то другие там, и всех надо к одному привести. Сегодня идет война между государствами. А если нет границы, одно государство, воевать не с кем. Значит, к этому времени должно подойти к тому, что вот сейчас есть. Ну, недавно было, только ты есть, не купишь, потому что у тебя чего-то нет. А чего нет, там покажут. И вдруг раз все это отменили, война началась, и теперь не до игры до этой. И уже пробуясь, есть такой фильм небольшой, я не знаю, знаете вы его или нет, как-то умле, или как это называется, я его скидывал вам. Где-то пять минут. Я попрошу, пойдем когда домой, зайдите ко мне, я вам покажу его. Когда это уже вводится. Это обдумано. Я служил когда-то, в 61-м году, и тогда много говорили об этом, что в Швейцарии там такой компьютер всемирный, зверь называется. В самом деле, так и назывался зверь. Ну, это не машина, а зверь все тянет. Так и этот. Показывали, что она может вычислять. Вот раньше это компьютер занимал, вот в ГТУ я был. Ну, вот если по окну взять стену, это два или три аудитории занимал компьютер. Она проворащивала, там шум стоял, жар такой. А сейчас у тебя, несчастном, все, включай, я тебе сейчас скажу, ты, если знаешь, как пользуется, все это найдешь. А там показано конкретно. Два брата. Один живет, к примеру сказать, в Австралии, а другой где-то у нас здесь живет. И вот они встретились, огнялись. Тот, который отсюда веселый такой, а тот прямо маска. Спокойно так вот поцеловал и дальше едет. Садясь в машину, он с него снимает это. Я заранее скажу, чтобы вы увидели. И у него выпадает пакетик какой-то, салфановый. Они еще не отъехали, а бабушка какая-то катит. Она сразу раз, на съемку. Все. А у них так, если ты увидел, что-то неладно делается, снимай и отправляй. На него будет штраф 10% твоей. Видела. И они едут дорогу. У вас машина остановила. А он начинает, когда ехать, то в это время нажал, что-то трубка вылазит из середины, где этот руль-то само, это управление-то. И дует к нему этот, который отсюда приехал. Ты что делаешь-то? Что делаю? Машину завожу. А она показывает на схеме уже, пьяный ты или не пьяный. Если пьяный она не, мне это нравится. Но это не все. Бабка их чакнула. Ну, они поехали. А там информация туда-сюда. Ну, едут. А вот каждого какое-то кольцо делают. Когда пускали из тюрьмы, это уже лет 10, больше было. И чтобы он никуда не ходил, у него кольцо на руке. Если у него снимет, там у них сразу сигнал, его арестуют. Здесь точно такая же. У него сразу загорелось. И картинка. Нарушение экологии. Бросили. Он спрашивает. Ты что-нибудь бросал? Он говорит, нет. Он тогда включил, а там видно, пакет лежит. Ну, это, наверное, нечаянно. Нечаянно. Там 50 долларов надо заплатить. Он... Нет у него с собой-то. Все. Машина встала, не завести, не с места. Мне это тоже нравится. Порядок. Он говорит, да там никого не было рядом-то. Как они могли узнать-то? Полицейских не было. Он говорит, полицейских не надо. Сейчас все полицейские. Все. Каждый смотрит-то. И бабка-то мимо них проходит. Они надо жить. Даша, она уже их обогнала. А они двое идут с сумками по дороге. И вот она ему там оттуда звонит. Его называют там Роберт. У меня не ладно. Где там мой счет-то? На счет-то они деньги-то лежат. Я забыла в твоей машине-то. Иду пешком. Почему? Скорость превысила. И сразу штраф ей там 100 долларов или евро. И эти навстречу идут. И пешком идут. Дошли когда в комнату. А этот приезжает. А сразу раз к нему. В колодельник. Ты еще и ищешь. Что-что? Пиво. Он пока-то так глазами. Ты смотри. Везде эти глазки глядят. А что, все видят они? Вот это она. И заругался. А там написано. За то, что бросили там 70. А заругался ему еще 100 долларов. И загорелся экран. Да пошли вы на! А он ему сразу 500 долларов. Он глазами залупил. Да ладно, это что-то их. Таких, я не знаю. Это не правители у вас. Так, ему уже 1200 долларов цифра. А-та-та-та. Ну, ты понял? Это нам на пользу. Мы не пьем здесь, не курим. Жизнь продолжительнее стала. И так говорит. А там все фиксирует. Патриот такой. Уехал в Америку. Все хурит здесь. А там вообще хвалит. Ну, аж такие же. Поедет, а ног не чувствует. Пьет через соломинку. Ну, и вот он машет ему пальцем. Иди за мной. Защит, поверил. Так. Ну, нет. И он сразу достает. За трюку, за куринок. Но люди стали соображать. Туалет стали строить. Больше, чем комната. Правительство быстро сообразило. По размеру ванны. Он тогда сидит. А за что у вас штраф не берут? О, сильный вопрос. Надо подумать его. Откуда они глянут, здесь штраф. Вот это вот все идет. Я не могу так. Никто тебя не спрашивает. Купаться стоят. Без пяти минут пять. В очередь люди стоят. Ни один не движет. А другие сидят, коровлят. То нарушит. Он щадает его сейчас. И у них денежки на руках. Ну, и получилось. Когда он там побыл с ним вместе. Я не могу. Я поеду. Как поедешь? Ты где счеты? Деньги не принимают. Только с карточки. А с карточки никому нельзя перечислять. Это уже тюрьма. У тебя карточка, у меня. Вот обдумано уже, какая у нас будет жизнь дальше. И он, я не могу. Я выйду. Сначала заплатили. А где деньги возьмем? У меня деньги есть. Он наличие не принимает государство. И у него дали, когда он приехал, браслет этот. И у него все. Ты не понимаешь, что ты наделал. Мы сейчас под подозрением. Мы всех льгот лишены. Скидки стоимости в магазине не будет. И нигде ничего нельзя. Транспорт не сесть. Вот такие глаза. А здесь ничего нет. Он сидит, говорит. Он хотел снимать, он сразу спрятал папиросы. А сидит. Давай, закусим. Я не привык. А сам сидит на этом, на тачке. Не привык я на этом. И на вокзал. А на вокзале-то его никак. И она за ним пришла. Там Маргарет. Она очень хорошо с ним рассуждает. И говорит. Тебе не выехать. Ну, Маргарет, ну сделай что-нибудь. Какую-нибудь кнопку нажми. Но она ему перевела. И сразу сигнал. Где вы находитесь? Стойте на месте. Сейчас полиция приедет. Готовое дело. Она оштрафована. Ее арестовывают. А он сумел выскочить из этого государства. И она там с одной сидит. Где-то показано. Высовывать. Я таки. Тюрьма. А тут сидят они. И она говорит. Подруга там такая. Говорит. Маргарет, а почему ты все время улыбаешься? Я свободный человек. И достает там. Выпивают вместе. Никто ничего не... То есть на сколько? Там на месяц. Там на полтора. Это все уже готовится. Тогда говорили. Просто ИНН. Сегодня уже вплотную подходит. Дальше будет. День Нижней Системы исчезает. Граница исчезает. Это одно за другим идет. Событие. И будет провозжена одна столица мира. Я кому только не задавал вопрос. Ну, Теоргензи. Какая столица будет сейчас? Москва. Я говорю. Считаю откровение. Апокалипсис. 17-18 глава. От нее дым и пыль до неба будет идти. Да вы что? Так написано. Третий Вавилон будет истреблен. И это все сходится. Здесь тоже будем считать. И нельзя назвать никак. Все сходится. И кровь святых, и на семи горах она, и все государства мира от нее обогащены. Ну, никак нельзя выйти из этого. Вот это придет. Столист Иерусалим будет. И будет над всем миром царствовать один из колена Абрама. Абрама, не колена Абрама, а из колена Данова. Премия Абрама. Библия предсказала 13 глава. И будет царство 42 месяца или 3,5 года. Так написано. А дальше, что при нем с неба сойдут два пророка, это Иноха и Илья, и будет проповедь 1260 дней. До одного дня известно. И кто против, подумает обидеть, у них огонь будет изо рта сходить и умерщвлять. И, наконец, он их убьет. 3,5 дня будет лежать на стогнах Иерусалима, на улицах. И потом вознесется на... Там события все расписаны здесь. И вот уже сегодня надо обдумать, как будет. Вчера только скинули, насколько достоверный этот материал, не знаю, с Роспотребнадзором связана, витаминизация всей воды. Я это видел своими глазами. Она приехала, мы колонку берем, и она что-то... Матерсинская машина, она меня не видит, я под плотой подошел. И она, которая проверяет, вот в нос сует-то. И она туда, в эту. Я говорю, а что делаете? Ну, анализы берем воды в городе, а у самой ничего нету. Какой анализ, когда невключенная вода? Я пошел за водой, а там падает, ну, например, вот так, ноготок взять, черные маленькие плиточки. Мы сразу сообщили, вот она, забор там какой есть, водоснабжение. Что это такое? А где это такое? Ну, от них-то далековато. Мы сейчас проверим. Проверили, ну, что, как было, так и есть. Я не ввисую ведро, только полосну чисто, начинаю наливать какая-то, как сажа. Это уже все идет. И через это... Ну, в городе-то ты... А я-то в городе не имею своего колодца. С нами проще всего разговаривать. Я ничего не утверждаю, но то, что своими глазами видел, и писание нам об этом говорит, не в один день это придет, будет подготовка. С их позиции это правильно. Вот, которого там штрафовали, это приехал-то, 2000 долларов за день в день заработал. Мне все понравилось. Он матерится, он матерился один раз, закурил. Верующим я нигде не нарушаю, меня не касается, кредит не беру. А что ж вы не выйдете? У нас кредит, мы никуда не можем выехать. А за кредит надо платить 13% сверх того. Комбайн обошелся, да сверху миллион 200 тысяч наложили. Плохо было в Ливане. У них, если хоть полтора рубля наложил, который банкир давал, к вечеру его расстреляют. Банки даны для того, чтобы люди жили лучше, а не для того, чтобы оббирать их. Ливан, который разбавили Мамар Каддафи. Сегодня все показывает, какая царствующая страна была, и сами они еще сделали. И везде из-за океана лезут. Вот там все сегодня открыто. Вот мы сейчас считаем как раз откровение. Это не просто так. По этому откровению, это какая глава? 13-я. 13-я. Ну вот по ней задавайте вопросы. Что почему на правую руку ей начало? И Фрейм Северин говорит, что человек не мог совершить крестного знамения. Это анти-знак. Он разрушает. А если сейчас будет запрещенеть все религии, к которым он подходит, все, кроме одной, чтобы его признали за Бога. И они этого не скрывают. Вот есть такой фильм, называется «Шесть». Посмотрите. Запиши себе. «Шесть». И дальше еще есть «Антихлис» называется. Как он воцаряется, со всего мира собирается. Я Бог. То есть многие согласили государство, что да, он действительно... Ну, Александр Македонский считал, что он от Марса происходит. Магна, ну, полубог. Мать-женщина была такая, но не от отца плодотворенная, а там, какие у них герои есть. Это так. Поэтому считайте. Так, все, сегодня на это и будет. Я подготовил материал, меня просили о нем. Книга называется «Открытым оком. Девятый том». Смотрите, какой рисунок. Мне прислали очень издалека и говорят, вы же сказали, это да. Сама книга вышла, сейчас я скажу, в 2004 году. Ну, а проповедь, конечно, сказано было раньше. Может быть, в 2000 году, но не сегодня. И девятая проповедь называется «Объединение СМП». Вот она стоит. Это мы подарили в 650 библиотек мира и за границей. Это книги все до одной мы находятся в библиотеке имени Ленина в Москве, в парламентской библиотеке и в исторической. В Москве в трех библиотеках. И попытки что-то убрать уже никто не уберет. Оттуда никто не вытащит. Вот, допустим, в осенниках пришел священник, знает, что библиотека получила. А мы хотели бы у вас книги получить. Зачем? У нас в семинарии эти книги очень сильно нужны. По ним преподают. Обманывают. Вы найдете. Вы знаете еще. Обманывают. И мне говорят, книги любыми путями выманывают и сжигают. Что выманывают, я видел, а что сжигают не разу. Вот сейчас потихоньку, по влейку, познакомьтесь. Это книга девятая. Что изображен на корочке? Священник Матафи убивает осквернителя храма Первой Маковейской. Это Гестава Доре. Ну, тут такая, свет розовый. Он вышел. Ну, что вы боитесь, это такие правители, они хорошие, мы объединяемся. И он один из толпы вырвался. Вот оно. И прямо тут у этого, где он стоял, жарочка, заколол его. Почему я на это взял, я тоже не знаю. Там разные, разные. Гестава Доре. Так, страница какая? 420. 420. Это не сокрыто. Я говорю, я в Киеве книга, в Белоруссии, в Грузии, в Армении, в Азербайджане. Все государства Европы имеют. Так, не так, что она лежит, книга нет. У меня известия идут оттуда. И считать двух. Господь явился сначала женщинам. Посмотрим в Библию, как Господь сотворил человека. Бытие 1, 27. И сотворил Бог человека по образу Божию. Сотворил его. Так. Я сейчас буду читать местописание, а ты где-то палочки ставь. И в конце прочитаем, сколько раз открывал Библию. Это я не знаю, где говорил я. Проповедь, Заградийца или здесь. Ну, она записана была на аудио, а потом переписали. Помогали люди разные. Так. Написали. Все подтверждается Словом Божьим. Тут против никто не может сказать, если они сумасшедшие. Дальше. Мужчину и женщину сотворил их. Как будто это повествование об одном человеке. Ясно, что когда в раю жили люди, то они не думали о продолжении рода. Но уже было заложено это. Бытие 2, 24. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. И будут 2 одноплодия. Вот 2, 2, где идет. Это просто когда-нибудь и говорят. Неужели в Библии это все предусмотрено? Я говорю, у меня пригласили выступить в научном, как называется, Академгородок на Сибирске. Это самое-самое ученое место. И я стоял за кафедрой. А там одни академики, профессора. Вместе огромный зал. Я говорю, вот эта книга, показываю Библию, отвечает на все вопросы, какие существуют. Кроме одного. И все бросают. А какой один? Вам не надо, вы его задать не сможете. А мужчина один встал и говорит. А я не согласен. А я не вижу, что в руках у него Библия. Я говорю, задавайте. Но при условии. Если я вам сейчас отвечу и скажу, где ответ, не открывай Библии, какая книга, глава, стих, вы перед народом попросите прощения? Без вопросов. Давай. Я стою за кафедрой. Передо мной это море Галоп. И что? Я ему ответил. Второй трудный вопрос был. Где-то около, может, 17 мест Библии надо было открыть, чтобы соединить. А другие, там, да, три места Писания. И он встал, говорит, я был неправ. И пошел. Я после спросил, кто. Вот это, говорит, профессор один. Побазил с ним баптистом ходить. Это у него Библия в руках была. Вот я не знал. Я бы его постарался задержать. Побеседовать. Библия отвечает на все вопросы. И вот этот вопрос сегодня касается нас. Ну, касался он и раньше. Ну, мы его благополучно проезжали мимо. Но, можно сказать, я побуждал его. Дальше. Но в роли Адам не прилепляется для единства. Этого нет. Они ничего не поняли из сказанного Богом. И расшифровку нам даст только апостол Павел к Ефесянам 5.32. Тайность я велика. Я говорю по отношению к Христу и к Церкви. И вот эта тайна 5500... Третийшая церковь, напиши, это третье место. Так. И вот эта тайна 5540 лет с лишним хранилась в народе. До Христа 5508 лет. Христос родился, 30 лет жил, прибавляя еще... Сколько прибавлять надо? 5508, а теперь... 30 надо. 30 жил, прибавляя еще... И сколько лет прошло до писания этого послания? То есть не сказано. Надо было узнать, в каком году я говорил это. Ну, не раньше 2004-го. А то не позже. Господи, почему это все... Почему это так все зашифровано? Оказывается, пророки неоднократно приподнимали эту завесу. У разных народов бывают по-различному. Различные существуют семьи. Бывает одна жена, бывает и несколько жен. У Врама были сыновья, рожденные от разных жен. У Иакова одновременно было четыре. У Давида больше десятка. А у Соломона уже тысяча. Но... 300 жены, 700 наложились. Это вообще... А когда пишут в житиях Владимира, князь, у него было две тысячи. Ну, 365 дней, это вообще невероятно. Это друг перед другом выхваливались. Но все вместе называются жена. Есть такое слово, ревность. Это монополия обладания кем-то. Ревнует человек. Это мое, у меня отняли. И вот о Боге говорится, что второзаконие 4, 24. Черточка. Господь, Бог твой, есть огонь поедающий. Бог ревнитель. Ревнитель. Бог ревнитель. Странно, довольно. Наш Бог очень сильно ревнует о нашей душе, чтобы она куда не уклонилась. Ему имя Агнец. Мы уже несколько раз беседовали об этом. И вот этот Агнец, придет время, позовет на свой брак. Игненок и брак. Но мы знаем, что у Игненка ничего этого не может быть. Откровение 21, 9. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами. Вместо писания, я бы одному могла рукой махать, а вы сразу черточку делаете. И сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. Невесту Агнца, Игненкова. У Игненки не бывает. Значит, речь идет о духовном, о церкви и о Христе. Тогда церковь Христова соединится с Господом на веке. И когда ревность у мужа появится, писание говорит так. Пусть он приведет ее к священнику и скажет, что у него к ней ревность. Попробуй, пойди, проверь за каждым шагом жены, не будешь следить. Мне одна пишет сейчас, даже кажется, она приезжала. Я ничего с собой не могу сделать. Муж возвращается из командировки, а я начинаю ревать. Ну ты его видела, что он чужой был? Нет. Ну а как ты подозрешь? Долго не было. Долго не было. Ты посмотри, как в Мусульманке учат. Его долго не было. Ты встретил с такой любовью, чтобы он знал, что больше нигде так его не встретят. А я начинаю ревновать. Ну я не могу тебе помочь. Этот вопрос решаешь только ты. Верующий. Не могу ничего сделать с собой. Ревность испепеляет меня. И что было сказано Моисею? Приведи жену к священнику. Он возьмет с земли в храме. Там тысячи человек проходят. Всякие болезненные, туберкулезные, заразные. Там проказы везде. И брать... Но наоборот, надо такое, чтобы дистиллировано было. Загреби. Положи. И дай напить. И скажи, живот с кухни. Это как его не с кухни после этого-то? А вот у Бога по-другому. А что б ты думал? И будет, некоторый отойдет чистый, не заразится. Да и лекарство такое легкое. А эти на поклонение тащили миллионы людей. Что там у них с ног-то оставалось-то? Башмаков-то. Считаем. И всыплет в сосуд. Разведет и даст ей выпить. Сегодня, самопитная инстанция сказала бы, смертельно опасно. Числа, пятая глава, 21-22. Тогда священник пусть заклянет жену клятву и проклятие. И скажет священник жене. Да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем. Я не говорю. Ты скажешь, я не верю. Кому не веришь? Мне. Вот говорится в Писании. Все Писание было духовновенно. Писали бы святые Божьи и человеки, будучи движимым и Духом Святым. Не веря Духу Святому. Грех против Духа Святого, который нигде не прощается. Ты вот куда залезешь. Ты должен только про себя думать. По-другому нигде не известно. Ни один народ мира не сохранил. Как бороться с ревностью? А у Израиля описано. В это время, может быть, 2896 наций было на земле. Можно записать. Я спрашиваю, сколько, никто не знает. Сегодня больше найдено там в жунглях, там, ну, небольшие, 130 человек, все племя. 2896. И ни один народ не сохранил за тысячу лет, что? Это за 3600, что было сказано до одной буквы. А почему? Господь говорит, я бодрствую над Словом Моим. Христос говорит, небо и земля исчезнут. Прейдут. Но ни одна йода, ни одна черточка не исчезнет. Дальше. И да садилет Господь лона твое опавшим и живот твое опухшим. И да пройдет вода сия, наводнящее проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опал лона твое. И скажет жена, аминь, аминь. Так, не согласна. Вот поить-то надо. А женщина ревнует не от этого. Она не может ревновать. Она лишена этого права ревновать. А у нас там в основном жена. Это огонь-то разжигает. Вот я сейчас только сказал. Я каждый раз ее говорю. Ну, где он? Да вот из командировки. Уже настроилась встретить его? Ну, да. Ну, а что делать? Очень просто. Я лекарства знаю на 100% излечиваю. Вот один какой-то с Америки. Уже 21 год. Меня тянет к мужикам. Мужчину к мужикам. Зато он говорит, большего отвратительного ничего нет на земле. Я говорю, деньги нужны. Сколько? Я говорю, ну, наобедим билет. Саудовская района. Приезжаешь туда и говоришь. Башлык на голову, руки назад. С 25 этажа мне с головой. Билет в один конец и на 100% из вселения. Если ты по-настоящему-то ходишь. А у них есть там уже ложники, скота-ложники? Нет. Нет. Даже думать об этом нельзя. В Грузии решили испытать. Какой-то парень его назначили и снимают. А с кем он говорит-то, плохо видно. И говорит, давай это пойдем. А там один как-то бы взвызданул. А тут сразу отбирать. Я тебе покажу, ты к кому пришел. Илья Второй, когда у них гей-парад начался. А он выступил. Наш народ не имеет это в своем национальном обычае. Как кинулись. И меня отец на он спрашивал. Как нам-то быть? Я говорю, ну, плакат напишите. Я ему сказал, там пять плакатов, допустим. Он все это выставил. А там бежит один дьякон с топореткой. Один со сковородкой. Их там захлестали было. Творецы не может их спорвать. Кое-как в машину и как пули вылетели. Все, больше нигде нет. Вот здесь Андрей Ткащук. Самый популярный сейчас священник на Украине. Когда начались гей-парады в Украине, он восстал против. Ему пригрозили смертью. И он бежал оттуда. Не просто он, а он оттуда сбежал. Ему смерть грозила. Наоборот, он герой. Я говорю о реальном священнике, который сейчас выступает по всем вопросам. Ткачев, помилю. Дальше. Апостол Павел еще об этом говорит. Титул 1.15. Для чистых все чисто. А для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но осквернены и умы, и совесть. Вот оно, где осквернение-то. Если она невиновна в худом деле, то выпьет и ничего ей не будет. А ежели она виновна, число 5.27. И когда напоит ее водой, тогда, если она не чистая, сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее, ковреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет вон ее, и будет эта жена проклятая, проклятую в народе своем. То есть чрево у нее вниз пойдет. Ну неужели на 100% Апостол Павел? Немало не сомневайся. Но она невиновна, а опала нет. Контроль берет Бог, сотворивший пыль, сотворивший воду, сотворивший все остальное. Но нам трудно в это поверить, потому что, ну мы знаем, что такое дезинфекция и что-то остальное. Тут надо, доверяешь ты или не доверяешь. Вот сейчас приехала, сколько дома не было, она такая, да и, так это не тут, в храме надо брать. А сервиков знал бы где, по чем пропадется гость этой муки. Один кирпич хлеба сбавил, сейчас не 1200, а 750 рублей только. Давай. Как обнаружить измену? Даже сегодня никто не может обнаружить. Господь дал право священникам очень легко это выявить. И попутно сказать, ничего в человеке нету лишнего. Бог сотворил и сказал, хорошо, весьма хорошо. Зачем аппендикс? Я с врачами разговаривал. Ни один не может ответить. Мне делали, вырезали, попала какая-то волосинка, потому что-то совсем еще нет. И я наказался в операционном столе. Отрезали, зашли, это легкая операция. А вот у Рыбки мед продает. Геннадий Павлович, отца его Павла взяли. Из-за пеницита у нас. Ну, не умела. Делали. У меня сестра пишет у них там. Она ждала, когда профессор, который преподавал, сама медик, приехала туда, сделала операцию и умерла. А уж проще, кажется, ничего нету. А зачем? Зачем этот отросток вот такой вот висит? А сегодня, я знаю, в Америке придумали что. Как только ребенок родился, ему сразу делают операцию. Заживает очень быстро и отрезают. Больше не надо ничего. Но никто не знал, проходит, ну как, нормальные ребятишки. Раз, два, тринадцать лет, нормально. С четырнадцать, что-то с ним не то. Он болеет? Не болеет. У него наклонности какие-то. И стали проверять всех у всех одинаково. В шестнадцать лет, как, кто выстрел из дома, бегут из дома. Там запрограммировано, люди не могут. Да такой послушный Саша-то был, он ни шагу никуда. Что с ним сделали-то? Где ваш апендиц? Пришить уже нельзя его. Он ничего лишнего оказалось, нет. И вот, заметьте, скотина живет. И когда она там огуляется, у нас говорят, покроется это. То есть самокупица, там жеребцом, кобыла. А у человека есть преграда. И любой врач, я смотрю, я с одним человеком ехал, а она научилась узнавать. Вот, оказывается, это даже у юноши, знал он или не жалая женщина, отражается. Рот раскроет, она по небу считает. Я спрашиваю, он правда говорит? Правда. Ну, а как она могла узнать? Отражается что-то. То есть она посмотрела, а я девственница или нет? Она посмотрела только, говорит, я не хочу вам говорить. А потом шепнула, не девственница. А трудно узнать. А в Росе вот был Юрасов, он говорит, мать приходит, у меня Леночка там или кто там, Наташа такая вот, она девственница. Я, говорит, стал исповедовать, у нее 4 аборта уже. А для матери она такая. Конечно, я не говорю кто, ничего не раскрываю. Это обнаружить очень непросто. И поэтому у ней что-то есть такое, которое, вот ложатся спать, было. Стелят специальные простыни, на ней расписались, кто венчал, кто что. Утром они заметили, она была девственница в капле крови. И поэтому, когда мужу будет ревность, и тогда отец ее у отца хранится. Отец вызывает старейшин города, это все описано здесь. И расстилает эту простынь на первой брачной ночи. Ну вот же, и вот, это ты расписывался, ты. И теперь на нее накладывается. Штрак пение называется. Заплатишь отцу, что он сохранил ее, а ты обмазорил. И теперь не имеешь права с ней разводиться никогда, ни по какой причине. Какие умные законы. Это все в Библии. Не у того зверя это нет. А здесь поставил, Бог преградует. Так а бывает так, что не надо, я говорю то, что написано. Может быть, что-то и бывает, я не знаю. Вот тут написано. Вот как Бог сотворил человека. Кажется, не нужно. А это дверь. Все. Тоненько, салфанчиком. И она не так. А что ты думаешь о ней? Давай. Нужно взять, привезти в храм, это первое. И вот Господь сравнивает церковь свою с невестой. Он неоднократно говорит, кто ты такая была. И показывает. Визитиль, 16.6. И проходил я мимо тебя и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих. И сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Вот показывает свою сватую девушку в Таиланде. Вызвали гинеколога. А тут тетки там, все это. Ну и ее. Она никак. Она закрывается, закрылась и плачет, и не хочет показаться. Жених, я должен до удостоверения иметь. Она ничего не может. Кому показывать? Что показывать? Как пишет Василий Велик, от Григория Низки, его брата, своей сестре. Она даже, говорит, на свое тело не смотрела. И мылась в платье там какое-то, что там у нее было. Как себя целомудренно могли держать. И вот, наконец, она. И показывает все в интернете, заснято. Еще тут нет. И показывает момент, что она плащет. И тетушки. Но вот момент, когда, ну, все-таки уговорили. Она показалась, и гинеколог дает справку. Она девственница. Это без слез нельзя смотреть, что дальше было. Тетки там, бабушки, все целуют друг друга, обнимают. Сохранили мы нашу дочку. Сохранили, сохранили. Она не шаталась по заборам нигде. Ее не провожали среди ночи. Это сегодня настоящие, но не мусульманки. Все одеты по форме. Примеры-то сегодня мы можем взять. А в Библии, если она не девственница, ну, бывает, взял, ничего и нет. В дом отца приведите и перед домом убейте. Суровый закон. А если дочь священника? Эээ, священник должен был еще больше смотреть. Поэтому разложите костер и сожгите перед отцом. Ты почему, поп, не смотрел за своей дочерью? Это Бог говорит. А сегодня жестокие законы. Конечно, не ласковые. Я один раз считал, где-то Фарерские острова, у них закон какой. Если тонет женщина, и на берегу стоит 100 мужчин, не имеет права никто спасать. Смертная казнь. Ну, когда узнали этот закон, я говорю, «А у вас, а у нас все кинутся 40, 100 человек за них, да вытащат. А у нас, так у вас сколько утонуло женщин? У нас за 300 лет не одна. А почему? А мама говорит, тебе не на кого надеяться. Дочка в ванне учится плавать. А у нас сколько? У нас в Лондоне другой залит 300 человек утонуло. Кажется, строгий закон. А послужил тому, что все спасены. Вот. Я видел, как тоже в Таиланде он за рулем оказался нетрезвым. Специальное обмундирование. Здесь по краям натянута кожаная, а сами, ну, видно, сидящее место. Подушки-то хорошо видать. Вот так руки поднимают. Тут полицейский, врач, осведывали его. И ноги у него заковываются. И он встает. И дальше начинает пороть. Сначала вот так вот сзади дергается. Потом, видел, просекает. И потом потекло. И сползло маленько на сторону. Сейчас по-новому. Тебя переоденут. И все дальше пошло. Он, может быть, смесь из него будет не сесть на заднем месте. И спрашивает, а сколько у вас было? А возьмет у нас Ирина. Брата, говорит, родного задавили. Пошел. И по сей день нету. Который к нам приезжал, вот, Володя, как-то его фамилия-то. Вот. Здоровый такой парень. Зашел с работы, задавили на машине. Да. Дальше. И я взял тебя, обмыл, куповину солью присыпал. Все как при рождении. И взял тебя и дал тебе платье. Дал тебе ожерелья золотые. И ты все это употребила на прелюбодейные дела. Притча 30-20. Это говорит Господь о церкви. Древней как бы. Таков путь и жены прелюбодейной. Поела и обтерла рот свою и говорит. Я ничего худого не сделала. Сираха, 26-15. Так она сядет напротив всякого шатра и перед стрелой откроет колчан. Иезекииля, 16-25. Сейчас сколько подряд? Сколько месяцев подряд было? Это три, да. При начале всякой дороги устроила себе возвышение. Позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего. Мимо карфина какая. И умножила блодельеяния твои. Какие выражения дает Господь? А речь идет об Израиле, о том народе, который Он избрал. И когда они стали искать поклонение идолам, то Бог Его и говорит. Осире 6-7. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. У людей так. Если жена изменила мужу, то она не имеет права вернуться, сделавшись женой мужа другого. Она вышла за другого, а потом назад вернулся. Так он, кажется, 3-й главе, 1-й стих, Еремея говорит, не может быть. А он у нас все равно наоборот. Если она ушла, а потом решила вернуться, не имеет права вернуться, пока хоть на одну ночь не сделается еще этой женой. Он говорит, ну товарища, ты меня любишь. Разлюбила тебя сегодня на работе. Я развожусь Айша с тобой. По телефону. Ну да ты еще говоришь-то. Он идет домой, его стража Исламской революции перед двором. Ты куда идешь? Домой. К кому идешь? Ты развелся. Как развелся? Вот телефонный разговор записанный. Все. Больше в этот дом не имеешь права заходить, пока она от него не уйдет. Ушла там, ну дальше идет такое. И он теперь должен ждать, когда кто-то с ней поспит. И тогда он вернет ее домой. У них развод не так вот он разводится. Кому дом ничего нет. Ей ничего не принадлежит. И он рассорился. Почему эти манисты висят? Это весел банк на ней. В дом она не имеет права заходить. Ну стоп, она не так делает. А тут дувал, стена такая из глины сбитая. Он кричит. Сосед, ты дома, дома. Я со своей еще и развожусь. Слышал. Я развожусь с ней. Три раза кликнул. Он сказал, слышу. Все. В дом она не имеет права заходить. Если она беременна, может родить. Ребенок как от груди отсажен. Ребенка оставляет сама до свидания. Это сегодня законы такие. И поэтому она и ходит не так. Вот она не слушается. Я говорю, смотрите, поезжай в Чечню. У нас там знакомых хватает. И где-то в отдаленном ауле обратись к старикам и скажи. Вот она не слушается. Сделайте, как у вас слушаются, та жена-то. Сделают. А не сделают, а она приедет. И ты там будешь жить рядом. А как? И вышла одна. Мы приехали. Ну и там в другом месте они были. А он пришел с работы. Да, видимо, не только веселый. Начал махать руками. А она возьми, да, напиши заявление. Он ее вызывает. Ваше заявление, ваше. Так, дело передаем в суд. Меньше пяти лет он не получит. А как я жить буду? Это уже ваше вопрос. Значит, я передаю туда. А она в слезы. Да нет, да нет. Значит, забирайте. Три дня сейчас голодом будешь сидеть в подвале. Через три дня подумаешь. Скажешь. Три дня прошло. Да как? Порвите его заявление. Будешь еще писать? Я тебя сгною здесь. Это в Казахстане. И все. Она больше никогда не жаловалась на мужа. Лекарство. Лекарство очень простое. А сегодня разводятся и все едет. И дитя. Один такой у меня в лагере был, но почему-то его присудили все-таки в Батуге, Тимоша, отцу. И он его присылал сюда несколько лет. А она там с каким-то корреспондентом или кто-то адвокат был. Ну, прямо на место Мамовское РВД на меня пожаловалось. Они, говорят, делают гимнастику на траве. Я говорю, вверху, на воздухе, мы еще не научились делать. И приехала помпрокурора и милиционер. Но помпрокурора в штанах. Я ее не запустил, объяснил. Ну, я тогда помуду. Нет, раз приехали, вы должны быть. Никита побежал, юбку ей принес. Видели, нет, через голову наливает. Да какая она хорошенькая, и все начали говорить. Она стояла в нашей кухне, ни слова не сказала. Тоже? И все теперь говорят, вот порядки строгие. У меня знакомый, близкий прокурор Крара, генерал-лейтенант был. А приехал, и там, какой-то из них, Змеевский, полковник. А дали уже сигнал, что мы детей отправили. А мы сидим, занятия ведут. Я их не запустил в лагерь, они не стали нахалищить. Попить надо? Да нет. Ну, и когда вернулись, я их не пустил. Я говорю, наверное, на жалость. Нет, говорит, им понравилось. Говорит, такая строгая дисциплина у них. Даже в лагерь не пустили нас. Полковник. Почему? Потому что защита была этот генерал. Лейтенант, тут много историй. Пошли дальше. Иеремия 3.1. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Какое место? Иеремия 3.1. 3.1. Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовал. И однако же возвратись ко мне, говорит Господь. И как Бог говорит тебе? Это к церкви, говорит, к нам, говорит. И она потеряла мужа навсегда. Господь как бы говорит, я перешагиваю и через это своей ревности, но только вернись ко мне, от дочь прелюбодейная. Вот так-то все до конца-то мы продумали, но и от слез не просыхали. Как Бог любит человека? Здесь ни одного слова нельзя мимо пройти, как Златоуст говорит. Иеремия 3.12. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи. Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не залью на вас гневом моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Когда народ поклонялся единому Богу, Бог посылал обилие с неба, и все, о чем они только мечтали. Защита от врагов, много плоди, урожаев, Солом 64.14. Луга одеваются, стадами долины покрываются, хлебом восклицают и поют. Это доказательство. Ни один священник, я еще не слышал за всю жизнь, а все время в интернете торчу, нигде не слышал, ни патриарха нет, чтобы они доверяли Богу так. Тут еще гораздо три больше будет. Почему? Любви нету ни к Слову Божию, ни к Богу. Они люди, которые приходятся, они не к тебе пришли, они к Богу пришли. Счетные мозги-то им не прочистишь. Ты скажи, Бог сказал, а он против. Бог сказал, и ты боишься, как она попятится. Бог сказал, и все на этом конец. Как Златоуз говорит, я один ничего не сделаю, а вы разносите слово мое, каждый несите. А у нас сегодня не надо, никто, чтобы не знал, мы совсем спятили, как говорят, с катушек съехали. У вас вот за восемь месяцев ни одного ролика нет, и ни одной души не приобретелось, Бога не боитесь. Златоуз просит, а я не дам. Хорошо будет? Поехали. Все у Израиля было в избытке. Как только изменили Иегове, Бог говорит, что он отнял руку свою, и ты потеряла все, потому что на мои дары ты стал искать рослых мужчин-египтян. Пристрастилась к их изображениям. Иезекииля 23, 20. И пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть, плоть ослина, и Бог хоть как у жеребцов. Какое место? А это самое. Сообщаясь с развратными, христианин своим присутствием, соединением в идеях никак не исправил. Мы пока таких случаев не знаем. Псалом 49, 18, 21. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. 50-е знают Айзус, а 49-е читают Псалом. А там сказано больше на нас, чем 50-х. Изобличу тебя и приставлю пред глаза твои грехи твои. Необходимо полное деление от греховного. Сираха 47, 26, 28. Я сказал, устрату, полное деление. Полное. Ты видишь, прелюбодеев сообщаешься. С кем ты сообщаешься? Посмотри, что они делают. Зачем ты под них лезешь? Если они изберги и доказано уже это все. Зачем тебе, когда Бог тебя спасает, уже ограду поставил? Дальше. И почил Соломон с отцами своими и оставил по себе от семени своего безумия народу, скудоумного разума Роаама, который отвратил от себя народ через свое священное. Добрый день. Добрый день. В прием случилось разделение царства на израильское и иудейское. Десять колен отошли, два остались. Как сегодня. Православные, но под разными названиями. Те же самые евреи. Теперь война непрерывная идет. Я потом это все дальше раскрываю здесь. И теперь Господь называет одно царство Огола, а другое Оголива. Это две сестры, и у них было соревнование. Кто кого переблудит. И из Игиля 23, 5, 8, 21. Опять черточки. И стала Огола блудить от меня, и пристрастилась к своим любовникам, к осириянинам, к соседям своим. И не переставала блудить и с египтянами, потому что они с ней спали в молодости ее и расцвевали действенные сосы ее. Действенные сосы, расцвевали. Это вообще молодежи числать не надо. Как песни песней нельзя считать. У нас брат жил в баптистной квартире. На них хрен нельзя говорить, а только хрун. Вроде их... Ну, слава хрена, что-то еще другое могут. У нас тут самое хреновое поле есть, там все заросло. И изливали на нее похоть свою. Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда египтяне жали сосы твои из-за действенных бюджетей. Картина вся. И ничего нет вообще, чтобы понятно было. Но я слышала, американцы ведь не понимают, что с Украиной вообще. Слышала? Не могут. И тогда они в виде пищи сказали. У мужа, показывает Российская Федерация, была жена, Украина. Но она худо обращалась с одним из старших сыновей Крыма. И Крым пришел сюда. А теперь она завела, говорит, деревенского любовника США и ЕС. И вот это деревенский хулиган. И я стал ее потворствовать, гладить. Ну, что не нужно, списал ей. И она подумала, что теперь может делать что угодно. И двух других сыновей тоже стала бить. От Алдугарс в Донецк. И когда все это разъяснили, поэтому муж-то и решил поставить на место. А этот, который деревенский, это хулиган американский, отступил назад. Она думала, он бросит-то сейчас и будет с его мужем драться. А он говорит, да зачем ты мне нужна за тебя? То есть народ китайский хотел. Ну, теперь мы поняли, что там делается. Господи, а Ты этих пролюбодеев бросил? Исайя 65, 2. Всякий день простерял я руку, руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям. Иисус Аналина 24, 20. Если вы оставите Господа и будете служить тяжим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас. После того, что вы место помещаете. Как благотворил вам. Какие вы милости от меня получили. Где вы живете? Ведь эту землю я вам дал. Там жили народы. Цари великие, могучие. Вам бы никогда не завоевать эту землю своими силами. Из Египта бежали. Больше вам жить негде. Вы, как всемирные бомжи, были бы. Я вам дал эту землю. Я прогнал народы. А вы изменили мне. Придумали кланяться в Аллах. Так получилось, что когда десять колен отошли во главе с Иераваном, то боялся он, что люди отойдут от него, если будут ходить в храм Иерусалим. Нас объединяет храм. Нас объединяет Слово Божие, которое звучит в храме. Нас объединяет священство. Епископ. Если бы этого не было, у нас бы здесь ничего не было. Мы много лет трудились, но пока община не была образована, у нас все уходило в песок. Сколько людей было. Мы те годы на дому вели занятия. Кто бы ни пришел, нам везти их было некуда. Мы опять отдаем их туда, где идет пролюбодействие с миром. В рамо МП. Поясню вам. Заканчиваем занятия. Это где-то недалеко в Сибири было. И у них тогда епископ назывался Старший Пресвитер. Так, внимательно слушайте. Ну, не надо этого. Дома придете, выспитесь тогда. И уже к полпятому тогда, а тут сидят люди, молодежь, тут столько много. Он говорит, ну что, надрали нам задницу. Я перехожу в православие. Я понял, все ложь. Сколько было, не знаю. В одном месте мне пришлось, кажется, в Молдавии говорить. Где-то 450 человек, примерно, было. Я закончил говорить, Пресвитер встал, общим нас просил. Все мы готовы, все сегодня перейти в православие. Им нужно показать это. Вот такое условие ставится. Вот 2000 человек, которые сразу пришли. Пил Гиккинс пишет, возвращение домой. Как они, ну, они, правда, пришли в греческую церковь, и сразу шесть, или сколько, и поставили от дьяконов. Они умно сделали, как, сколько нас засомневалось в правильности, протестантизма. Так, ты будешь заниматься литургией. Год от первого века. Все документально. Ты будешь Божьей Матерью заниматься. Когда было поклонение, когда... А этот должен поклоняться этим. Все спорные вопросы по одному дали каждому. Через год сошлись и стали говорить, вы видели православие, церковь. А сектантства нет. Это наследники Дафана, Верона и Корея, числа 16 глава. Ну и все общее решение было принято. Перейти в православие. Книжечка вышла такая, она у меня есть. Да можешь зарядить. Возвращение домой. Питер Гилклис. Запиши, если не знаешь. Пошли. Актерии, священники. Возвращение домой. Книга Питер Гилклис. Трудно записать. Этих людей наших травят против нас. И некоторые уходят. И никого нигде нет. И так почти 30 лет. Конечно. Не совсем напрасно. Перед Богом. Вот сегодня ночью. Знакомый хороший человек. Там юноша. Родители согласились, что он приехал. И вдруг она находит ролик, когда вот я сижу здесь. А здесь вокруг стола те, которые против. Я им ни одного слова не сказал. А уже они заранее в процессе одни делали. Репетиция прошла. Спрашивали. Репетировали? Да. Кому первому, кому последнему. И сразу рванули в дверь. Я ничего не ответил. И она подумала, что так и есть, что говорят. И сразу ответили. И пояснили, кто люди, откуда происходит. И муж, и жена. Все изменили сразу отношения. То есть, ни одного слова нету. А почему молчал? Ложь не надо опровергать. Она сама себя уже опровергла. А то сегодня ночью я так и скинула. А ролику-то я там уже два года, наверное. И вот в Израиле случилась та же самая беда. Иераван понял, что если народ будет ходить на поклонение в Иерусалим, то он потеряет контроль. Он сразу поставил двух идолоп и говорил. Ставьте священников, кого хотите. Любого. С коленом ливииным. Не связанного. Третье царство. 13.33. Ставьте любого. Они незаконны. А теперь доказательства. Доказательства. Вот эти. И после сего события Иераван не сошел со своей худой дороги. Но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал. И тот становился священником высот. Все. Я тут же подтверждаю. Ты против уже не надо. Вот это против тебя будет стоять. Против рождения трудно идти. Извинила церковь единому Богу. Пошли к уполномоченным, к властям. Лишь бы только у нас подарки, ожерелья были. Церковь сама стала давать фонд мира миллионы. Ты, говорит, прелюбодейка. Из людей собирала деньги за свечки, за таинство. И все это уполномоченным отдавала. Ну, если ты этого не знаешь, кто работал при епархии, кто знает. Все отдавали туда. Это прелюбодейство. Теперь конкретно показываю. Вот вызвали меня в Красноярск. Знакомый был Александр Гурдин, благощинный Красноярского края. Сын его, Сергей, который за меня там ходатай был. Как-то роль адвоката. Ну, и такие отношения хорошие. Он говорит, а почему бы вам не рукоположиться? Александр, я говорю, да кто же согласился? Это Осипов. Когда близко не подпускали, он профессор. Он тысячи человек перепортил. И что за интересное, за моего молитвы не идет. Один раз помянул, завтра как будто его нет. Он, может быть, масон последних степеней. В Галстике, бритый по сегодняшней день, и все так куражатся. Почему людям прямо не сказали, все порчены, не крестят. Это твои воспитанники. Это ты их таких выпустил. И он получает еще награду от президента. Кто будет говорить об этом? Если не я, то кто? И вот здесь получается. Он говорит, я позвоню сейчас. У меня очень хорошее отношение с уполномоченным. Красноярский край. Тебя никто тут не знает. Я говорю, а я с мастерком там. Да не надо. Ну, я позвоню. Позвонил, да. Мне тут человека в одну руку положить, чтобы вы дали согласие. А кто это? Кто? Это из Барнаула-то человек. Вы его не знаете. Конкретно кто? И он меня назвал. Я вижу, у него лицо меняется. Вот так вот. Пятны буквально пошло. Опустил. А что же это такое-то? Он на него такое нагнал, что он ног под собой не чувствует. Даже рукоположить, а где акона? Они под какие виды не пускали. А что я сделал плохого? Ни слова нигде не было, чтобы я там хвалил Америку. А вот уже малого было. Вот сейчас они канонизируют этот Иона, Одесский. А мы у него водой кельи нащевали. Были там. Денег нет, крышу покрывать нечем. А все добытое преступным путем отдавали. Это буквально на нас исполнилось. И нас сегодня опять толкает в пролюбодейные объятия этой состарившейся в грехах пролюбодейки. Я говорю о патриархии. Патриархии московской. Как той блудница на звере. Мы должны сегодня криком кричать. Господи, мы согрешили. Да, так. Но пусть у нас только чрево не спухнет. Господь нас испытывает. Изменили мы Ему или нет. Чтобы мы имели нормальный вид. Мы Словом Божиим питаемся чистым. А иначе Господь будет поить нас этой грязью с пола. И когда эти изменники перед Богом предстали, Господь разоблачил их всех. Они отступили все до единого. Один за другим цари идут. То есть указано место. А если где-то я называю, зато указывается какое место. Перевороты непрерывные. Ни одного благочестивого царя нет в Израиле. Но Бог посылает к ним пророков. Или сеть трудится у них. Или явно не чистивцев. Пытается их пробудить. Однажды он одержал такую победу. Миссионерский диспут был. И после его окончания он сразу 850 голов отрубил у тадашников. Пророк Илья. 850 голов отрубил. Портограф и политработников. Против него было столько ложных проповедников. И он уничтожил их. Проходит один только день. И они опять ищут убить этого пророка. Что Бог только не делал. Уже служить некому. Все лживые, уничтоженные. Уже партия ушла от власти. Они продолжают все свое дело делать. И на погибель тянут. И пророку пришлось бежать. Бежать в дальнюю страну. Как бы сказать, за границу. За океан. Третья царств. 19.2. Еще Третья царств. И послала Иезавель посланница Ильи сказать. Если ты или я, а я Иезавель, то пусть то и то сделают мне Боги. И еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них. Никого пророк не боялся. Бесстрашный герой своего времени. Он восклицал перед Богом со всем мужеством. Обличал царя. А женщины, жены царя Ахавы, испугался. Что может сделать ревность поидовую злобной жены? Нас будут преследовать. Это прелюбодейное семя нас так не оставит. Событие стремительно развивается сейчас. Паства зарубежная вся уходит. Не сегодня. Так завтра никого не будет. Какие миллионы прихожан были раньше? Эти люди умерли, а новые – это все иммиграция сегодняшняя. Им разницы нет, как верить. Как все патриархийные прихожане, оказавшиеся за рубежом. Сколько тех, кто наворовал на родину, избежал. И там им нужна церковь своя, патриаршая. Им нужна родина, величие и прочее. События тех давних лет из Палестины переходят сюда. Нас толкают в общение с ними. Израильтяне могут даже сделаться лучше от общения с иудеями. Но иудейские граждане, когда с иудейтянами знались, то они все делались нечестивыми. Бог их изничтожал. Если ты один здоровый придешь к грибозным, то ты никого здоровым не сделаешь. Но один грибозный всю общину может заразить. Поэтому мы должны сегодня вопиять Господу. Господи, Ты нам дал ощутить Свою близость. Мы хотим быть верными Тебе. Сохрани нас. Мы не знаем, что будет дальше. Мы уже все слышали это, что кто прилепится, то и будет двое, одна плоть. Речь идет о церкви. То, чтобы прилепиться и из одних одну плоть сотворить, это и бык коровы знает, и петух курицу. Не об этом, говорит, речь идет. Это тайная церковь и о Господе. Претензий всегда только к жене. К мужу нет никаких. А если жена ревнует? Такого в Библии нет. Но она тоже человек. Она видит, что он изменяет. Нет этого. У церкви претензий к Господу нет. Как бы муж ни поступал, жене не дано право ревновать. У церкви Господу претензий быть не может никаких. Найдутся те, кто будет обвинять Господа. Лука 19, 21. Ты, человек жестокий, берешь, чего не клал и жнешь, чего не сеял. Ты за эти слова на Бога перед ними ответишь. Мы должны только склониться перед ним. Господи, как ты благ, как все прекрасно сделал. Твои требования к нам справедливы. Я от вас ничего не хочу, только верности. Я напоминаю царей Давиды, который совершал великие, страшные преступления. Он очень жестокий был. Плен не брал. Женщин всех убил, даже беременных, рассекал пополам. Построил специально печь свой освенцем, сжигал людей. Второй царств, 12-31. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонии. Как Давид поступал. Это освенцем настоящий был. И Бог его ни разу не упрекнул. Не слепляться с ними. А вот что было. Специально, как танки, изготовлял орудия, людей положат, потом всех раздают, внутренне на колесах. А Бог ему вину этому ставит. Бог ценит его верность и Егоре. Давид нигде никогда не отступал от дворца. Это и к нам относится. Мы будем верны Богу согласно Священного Писания и не пойдем на эту прелюбодейную связь, куда нас сегодня усиленно толкают. Значит, надо усилить молитву. Все остальное, в чем мы погрешили нечаянно, Бог может простить, как будто и не было того. Я в том каосу это по немощи человеческой согрешил. А соединиться с коммунистами, с теми, кто живет по принципам предательства и лжи, и нарушения соборных канонов, это умышленное волеизлияние. Это такой экуминист, знаете? Более из Девления. Так, заметь, где, как он назовел место. И вот сейчас смотри. Вот у меня бумага. Вот она называется так. Обращение епископа Евтихия по поводу вожделенного всеми восстановления Единой Российской Церкви. Вот двух вариантов. Крутный считай, я тут сестра Эдина взяла. Прочитаю. Это буквально в ночь, когда там было. А потом в град все перевернулось. Это, ясно, дело, не свои силы, и все делается. Понял, что никто будет, но это мало кто пошел. Вот сейчас сколько есть разных юрисдикций, мы ни к одной не можем прилепиться. Почему? У них одно правило, невыполнимое нами, что мы признали безблагодатной московскую патриархию. Мы на это не пойдем. Раз она безблагодата, у нас священника этого года не было. За этим другое идет. А здесь мы должны с вами уже распорядиться. А они там сделали, бросили, ушли. Нас это не касается. Мы верны остались. То, как там была останована Господь, церковь. Видишь, нечестивство, соглашаешься с Ним. Просчитай, Бог. Дорогие братья и сестры, в последнее время вновь и вновь обсуждается вопрос о соединении московской патриархии и Русско-Православной Церкви за границей. К сожалению, в силу того, что этот вопрос громче всех обсуждают не церковные груди или около церковные, среди верующих сеются противоречивые слухи. Чтобы избежать неверных мнений, прошу иметь в виду следующее. Разделение в Русско-Православную Церковь произошло из-за подписания митрополитом Сергием Строгородским в 1927 году Декларация о лояльности советской власти, а не по вине РПЦЗ. Следовательно, осудить этот акт митрополита Сергия, как и те условия, которые сделали возможными подписание декларации. То есть сажали епископов, уже сидит, 200 почти епископов, казняк подрать Иосифа, Вениамина, а которая вот эта сергиевская, вот эта фотография, она во всем мире разъезжает, и нету на сгонения, нету, нету. То есть отрекаться от мучеников, в мировой истории этого не было. Мученики, исповедники – это слава Церкви. Вот у меня самые поганые на меня, когда меня судили, я все это прошел. Священники показывали. Всякую мерзость говорит, ни Бога не боится ничего. Это как-то собрались, вот как раз жена у него, Анна была, у Боргина-то. Ну и вот у меня были, там местный священник, садьякон был, у Игнатия икон нет, он Богородица, и он там, он вам как не стыдно. У него, говорит, у меня на этой кровати, а здесь у меня иконы, и вы говорите, нет, он там, где находится? В холоде, в голоде, над издевательствами, а вы сидите за столом, выпиваете, и они все замокли. Это матушка их там огрела, потом рассказывала. Дальше. Следующим шагом разделения МП и РПЦЗ стал факт непризнания первую святых новомучеников российских, вопреки решению по этому поводу поместного собора 1917-18 годов. Постепенное выполнение этого решения, как откровенно заявляет руководитель МП, зависит более от общественного мнения и политического момента, а не от церковного сознания святости нового ученика. Политический момент. Все. Главный ходатай был Путин. Ну, давайте поближе признать друг друга, а в объединении речи даже слова не было нигде. Но я говорил, если палец в рот, они будут по локоть откусывать. А теперь, а теперь вот прочитайте, там у нас большая статья написана, я ее скину, Елене, прочитайте, не где-то напечатанная, а в Алтайской митрополии. Я ее целиком скину, эту статью. Называют уникальное общее, что, и хотя мы это не вошли туда, но мы признаем их, это уникальность такая, говорит, это надо сохранить. Доктор богословия пишет. Но они напечатали. Дальше. И в первую очередь царственных мучеников. Подавляющее число ныне здравствующих архивеев МП были поставлены воебископы только с разрешения, а очень часто и по прямому указанию КГБ, СССР и Совета по делам религии атеизма при ЦК КПСС. Только один согласился. Хризостоп. Он в лету был послан потом. Он говорит, вы-то что молчите? Андрей Курай говорит, да, мы сотрудничали, это все было. Почему не сказать-то это? Все до одного. А седьмое правило, это третье правило Северного собора, если это мирская власть содействовала, ни одного архиерея нет. Они исторгаются. И не надо бы думать ничего. Каноны. И они шли на это. Я не думал бы, ничем чемодан-то распечатали, а там миллионы, может быть, лежат. И уже Риза, или что там у него свое, епископское. То есть по выбору сугубо гражданских и безбожных властей, что ставит таких епископов вне церкви, а саму московскую патриархию в очень сомнительное каноническое положение. Требуются большие усилия для того, чтобы найти хоть какое-то обоснование, считать им П, хотя бы условно благодатным, ради множества простого церковного народа, не ведущего о том, что сами архипастрии уводят их за собой в благодати Божией. Вот правило 30-е святых апостолов. Ащи, которые епископ, мирских начальников употребив, через них получите епископскую церковь, власть, да и звершим будет отлучен, и все сообщающиеся с ним. Об этом же говорит и третье правило Седьмого Вселенского Собора. Еще большее количество канонических правил нарушается МП в результате участия в экономическом движении по причине членства в Всемирном Совете Церквей, открытой иритической организации. Это пишет епископ, наш епископ, епископ. Правило святых апостолов 45, 46, 65, Ладыкийского Собора, 32, 33 и 37, и 9, епископа Александрийского Тимофея. И хотя в упрошающем о столь явном наступлении даются уклончивые обещания, одновременно с этим и коммунизм яростно защищаются на самом высоком уровне, что подтвердил последний архиерейский Собор, МП 1997 года. Читает доклад Собору митрополита Филарета Московского. В последнее время они уменьшаются, а увеличиваются нарушения канонических правил. Причем, опять-таки, не только в личном плане, а на общей церковном уровне московской патриархии, которая касается отношения богатства и растовщичества. Правила Садых Апостолов 44-го Вселенских Соборов 1-е, 17-е, 6-е, 10-е, 7-е, 16-е, Карфагенского Собора 5-е, Григория Невокисарийская 3-е. Что же делать нам, перешедшим под амафор РПЦЗ по 15-му правилу двукратного Вселенского Собора? Стремиться к соединению, как требует МП, без предварительных условий. Это значит безоговорочно согласиться со всем. И законностью расколов в 1928 году, и с допустимостью канонических отступлений, и с последовательным отступлением от истинного православия. Будет ли это проявлением любви? Нет. Это было бы соглашением с гибелью не только иерархов, но и всей пасты московской патриархии. Любовь нам велит стоять в истине и удерживать ближнего отпадения. Путь к единству лежит только через возвращение к церковным канонам, к настоящему русскому православию, через преодоление уже изложенных отступлений. Вот и смотрите, возлюбленные, осуществляются ли на самом деле шаги к единению церкви в настоящее время? К нам. Епископ Евтихий. Все. Еще маленько, давай дальше. Вот. Почему Алва Агафон, когда ему сказали, ты блудник, ты вор, ответил, да. А когда сказали, ты еретик, он вытер слезы. Нет, братья, никогда не был еретиком. Почему там согласился? Ты же и вором не был. Как не был? Сколько времени у Бога я своровал? А блудник? Ты же, как понимал. Матфеев, 5,28. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Вот посты, которые соблюдают, а может, процентов 5, говорит только. Я со священником не знаю. Первую, последнюю неделю. И то там еще стоит у полномочия, сетишек, Александр Петрович, церкви. Я говорю, а вы что? На Исполь пришел главный гонитель, который закрывал храм, нас преследовал. Ну, полномочия проливезом культом. Коммунист. А эта церковь для него создана. Я говорю, а ты просто постишься? Ну, как постишься? Я курочку съедаю. У меня живот болит, там начало доказывать это. Он с Войтовичем родные братья. Они не соблюдают ничего. Это их церковь. Карманная патриархия, которая заразу коммунизма развозила по всему миру. И покаяния не было в этом. Это самое свободное государство. Гонений никогда не было. Вот на Московской сейчас храм Христа Спасителя выступал патриарх Кирилл. Трижды спрашивают народ и говорят, сейчас закончим. Говорят, что Россия на кого-то нападала. Никогда она не нападала. Запомните это все. Народ даже глупый знает, сколько было нападений таких. И Польшу завоевывали, и Финляндию, и тоже Ленина. Это были области, как сказать, в России. Порт Артур, так где, посмотри маленько там. Аляска, так где, посмотри. Это все Россия. Наконец-то лопнула шерема и расселась. Есть такая небольшая брошюрка. У меня где-то 500 экземпляров было. В Вашингтоне. Виктор Попов. Единственный, который через «Голос Америки». Я там выступал в «Голос Америки» как раз. И он об этом говорит. Целая брошюра. Молчанием предается Бог. Все собрано, что они сейчас делали, как отбирали у зарубежной церкви. Они там еретики, там храм Марии Макдалины, монахи вытаскивали, выбрасывали. А тут сразу никаких... Лишь бы в нас только войдите, а дальше обвинения каких вам... Зачем дальше идти, когда акула заглотнула? Это пишут люди, не кто-то, а там Плесмитер всемирно известный. Я у него был несколько дней там в Вашингтоне. Дальше. Я блудник. Что там говорить? С детства такое есть. А здесь я должен обдумать. Пренебречь истинное православное учение, добровольно сдать больше свободы, научиться кривить душой двойной стандарт во всём иметь. Лгать непрерывно. Меня спрашивают, что такое патриархида? Я говорю, ложь. Ну, а двумя словами всегдашняя ложь. А тремя непрестанная всегдашняя ложь. Между священниками, между архиереем и священником... Вот мне не кто-то, а знакомый, батюшки, человек, не говорит, а у Вас знакомым хоть один такой архиерей, который не дал ему побор, если едет, каждому сколько священника в конверте с деньгами. Я говорю, я знаю, а кто и Агриф Тихий, Курочкин? У него и носков-то не было. Он с народом был. При всём другом, что бы и говорили. Мы у него ночевали, там, благословения, на путешествия, погод, сейчас и так далее. Я повторяю, нас будут гнать и может, очень даже скоро. Приходится кое-что слышать, как относиться к объединению власти церковные мирские. Они сейчас торопят, торопят и торопят, иначе у них никого не будет. На Западе русская зарубежная церковь исчезает. Они всё, все соединяются, все здания, всё сдают. Мы для них заноза. Они этот момент упустили в 1994 году, когда сотни приходов отсюда ушли. Сразу не смогли смириться, не удержали Суздаль. Уже перешедшие зарубежную церковь ушли. Мы можем теперь только скорбеть и плакать. У нас больше никаких средств нет. Нас будут сжигать. Я не знаю, что они будут делать, но что-то из обычного дьявольского арсенала, что они обычно делают, будут нанимать каких-нибудь людей, как киллеров. Мы должны оценить момент. Если даже нас не будет, нужно сохранить то светлое, что мы имели. Какие мы были счастливые, как нас Бог защищал от пролюбодейного этого мира. Мы могли быть в полноте верны Ему. И хотя это наказание сказано, Бытие 3.16 жене сказал, умножай, умножу скорбь твою беременности твоей, болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Но в этом есть спасение, продолжение рода человеческого. Если бы только со стороны отречения, а жена каждый раз его отстраняла, я сегодня не буду с тобой и прочее, то детей не было бы. Поэтому, как нам не трудно переносить от Господа наказание, но мы должны влечься к Нему, стараться приблизиться к Нему, соединиться. И от этого соединения, от Его семени, которое называется Словом Божиим, будут рождаться новые люди. Аминь. Аминь. Друг другу не говорите, пересчитайте. И в конце напишите это. Сколько это раз? Вот здесь только послание тихое, надо было найти, добавить еще, после этого буквально вскоре. Было другое послание, где он раскаивается во вредоносном расколе, то, что он шли в зарубежном церкви. Он взлетал в ледоносный раскол. В этом было его расстояние. Раскол произошел в 18-м году. Сегодня зарубежных разных синодов в России, друг друга не признающих, больше десяти. И этого конца не будет никогда нигде. Еще больше. А зарубежная церковь, там сегодня примерно ну думаю, что на 90% состоит из тех людей, которые пришли и уехали из Советского Союза. Старые это все умирают, а новые мало остаются. Все сверки наполняют новой эмиграцией. То есть пришли часть московской патриотики. 19-м Поэтому для селедей не еще. Так, у кого есть брошюры, которые написали молчание передается Бог? Ихар Потапов. Так, еще у кого? Ну, кто желает назовите, а я вам подарю, у меня достал. Вот он написал попрошуру, а Потапов как раз был один организатор вхождения в Московскую патриотию. Один из них самый деятельный организатор. Вот он пошел, куда он находит Сатам. Я говорю, а за рубежом сколько есть, которые не поменять, которые не вышли? Да, мы все. Мы поплящим... И за рубежом за рубежом, который не принесли, тоже несколько, там уже и около 10 лет. И за рубежом, зарегистрированным русско-православным журналистом отрополитов. Здесь нас никто туда не тянет, благодаря сегодняшему отрополиту. Нас вообще не трогать никак. Мы можем защищаться, когда что-то будет такое. Отношения хорошие сохранились. И вот туда лезли, это сейчас у них, это вообще не понимать, что делать. Это смерть. Другого нет. Как они нас ненавидят? Это туда идти. А с чем? Какая нужна? Они ненавидят и не нас. Они ненавидят только одного священника. Все хорошо, говорит, у вас. Игнатий говорит, хорошо, все правильно, но тут плохо говорили на священника. Ненавидят это только одного. 33. 33. Вот на том садится себе. Мы на том посадим. Они еще не покажут. Будет вот сейчас заходит допустим дворки век. Как же выступление у меня там в клинике везде. Я должен быть с ним. Это моя церковь. И те, которые сегодня сядут в уголовнике и все промахали. Это моя церковь. Моленько, откройте глаза. Нам Бог это открыл. Я говорю, когда приход открывается, мы как из тюрьмы кинулись на этот свет. Я с ними там был. Не просто меня залезли вывезли. и в семинаре был, и в Дамбиле, и в Вашингтоне, Сан-Франциско. Я видел, а такое же все. Да, такое же, но велика не такое. В первую очередь нет представления вот этого злодейства. Что-то мы расстрелили, все это власть хорошее. Нет, а там этого нет. Это мы должны просто сказать, что не было никогда. А Сталин умер, и там Алексей Первый раскинается, великая вдохновляющая сила, ушла, покинул. Ну, все непонятно. Там и страшный медовед на земле был. По вычисленным королевым 66 миллионов утре, со мной невинных людей поубикам. Мы на дом расплачены 12 миллионов потеряли. Это не гейфер, еще небесам никто не делал. Это корнирской земли. Свойство священство полностью, воинство полностью, офицерство полностью. Все до того. Почти сянули. И туда везли, и они все это одобрят. Ваши радости нашей радости. А ты что? Совсем не понимаем безо двое зло? Да какая нужда и зачем? Вот они приезжают тогда в Хиреи. Тут они упоминают, тогда это можно. Магазан мы без него вот вот дождик идет. Понятно еще это? Матюшка где-то там уже в церкви у нас произносил за патриарха. Я думаю, зачем тебе это нужно? Они этого не требуют. Зачем ездить? Это упоминать взяли, это можно, это еще не значит еще. Просто любим его. А патриарх это сакральный смысл. Мы ему подчинялись. великого отстраившего подруга брата. Зачем? Ну ты посмотри вокруг. За то, чтобы подать патриарху на указание, я только получаю это Миша Никитин. Не знаю, трезвый это поминать надо патриарха. Опять поминать надо. Миша Никитин. Маркетар. Вам это надо? Нам это Бог все открывает. Вот 20 лет назад уже была тревога и нас Бог сохранил. И когда сейчас пишут, я скину, сейчас приду, сами разберите, еще надо отпечатать эти батюшки. Журнал называется Покров. Метрополия. При этом Метрополите напечатано. Написано что, где, заголовок, корочки все показано мне. И говорят есть уникальная община, уникальная. И называют какой барьер у нас сколько там детей колоссов. Все-все написывают. Ну, разное отношение к Бараку Игнатию Латвину. Тысячи людей, которые пришли в православие, патриархею, через него куда вы едете? Пишет доктор богословия, профессор юридического института и прочее. А только дойдет о том, я сразу скинула. И это при этом метрополитно напечатано. То есть отношения наши хорошие, разбитого и нам не надо еще что. А у вас кто сейчас Игриста? Ну, кто Игриста? Димишу наверное у Игриста конкретно. Когда Виталия истала, глава приняли. Глава истала, Илариона приняли. Иларион умер. Почему не принимаете цельбарка, которого благословение патриархеи? Чего тут уперлись? Иларион болел, за больного молились. Но он ему передает и патриархе, который укрепил. А за рубежом многие общины, которые не поминают патриархе, сказали, ладно, не поминайте, или вы были с нами. Что они против? Мы не против упоминать, где-то приезжать к Адархеи, упоминать, мы сами слышали, как он потом упоминает за рубежного, потом я сейчас Марка будет упоминать. Притом на нас они не могут наложить никакого крещения сейчас, я им не подчиняюсь. А они меня за все это по мелкому разрезут. А сегодня никак они не касаются людей. Они могут на бактистов, на эгористов, что угодно делать, на ничего не делать. Это Бог, вы этого не делали, в общем, сохраните это. А у Бога многообразие. И многообразие заключается именно в том, что Бог сделал так, эти сказали, сколько у вас, дарут веры, ну сделайте, вы исчерните. А куда пойдут? Ну, еще, но надо означать, что мы исчезли. И пастырь видит волка и бежит. И боссарь на верх. Вот что осталось для нас. А нас нет, мы остались с пастырем в небесном. И нас Бог защищает. Когда мне звонят по телефону, митрополит здесь, и мы беседуем, сидим, сколько нужно. Я же говорил, как мы надеемся, у него за столом, там, батья тут, кажется, снижение тает, там еще кто-то. Я говорю, один час, пять минут. Я говорю, моментальный поезд называется. И я ему тогда и говорю, Владимир, ну выходи, скажите наставление. Золотые слова. Игнатий Тихонович, не умолкайте. Все. И мы полезем куда-то, кому-то. Я говорю, это серьезно. Никуда не надо, только молитесь, чтобы было все на месте. У нас абсолютно неправильное отношение. как будто тут Серафима в Москве. Считаю, вчера первый раз Вадюшка сказал мне не записывать это. Как? На каком основании? А Златоуст не записывать. А если снимаете людей, ну, ролик-то целый, я сейчас просмотрел, а я надписи прошел, ну люди выходят, а мне так голову у кого-то с затылка задело. Ну даже задело еще в республике или еще боитесь, что вас увидит жена Элимита считывать будет? Чего бояться-то? Это вы нигде нет. Патриарх выступает, как его переодевают, и он стоит там вот так вот, крестится перед всем миром. И рядом тут же епископ, который также показывает в Греции, там как говорится, крестят, и священник крестит там вот так вот. Можно смотать. Крестит, даже креста нету. Если он вот так в первую копость, то вот так, то перевел вот этот крест, а тут креста нету. То есть бык. И священник также руку сюда, и вот здесь вот. Вот сюда нет. Патриарх сюда где-то доносит, а второй угол сюда, вот сюда. Путин вначале молился нормально, а сейчас точно так же. Это разгромотили. Аня это небрежная махарня. А зато небрежную махарню прегрестов знаменит. Бесы рады, как он будет. Бес оттешите. Трудно перекреститься. Постой вопрос, люди все знают, приезжие. Вы меня хорошо понимаете? Ни под этим бедом никуда. Почему нам вот эту ячейку Бог дал? Мы не воюем в патриархии и оттуда не уходим. Но он бросил, он обмещает за это. Бросил. А кого будет? Никого нет. Молите собаточки. Это у него после болезни. Он никогда так не делал. Если упадет этим концом, Бог от не будет его. А как тогда? Никак. Нам нужно священник. Мы договоримся на какой приедет исповедовать и счастлив. Когда нам в другой храм захотит и счастье. Мы же признём благодарность. У нас все здесь обезопасно. Но лезьте туда сохранит Бог. А если нас уже с одного раза задавят все перевестят как Головина сына Анастасии вообще нигде не появлялся. На другое место иссана в этой грудной поздравить Богу. Достойте и подобрать Богу. Отсадыч Павловна. Достойте отговори стену Боже дитя Побгородицу Присноблажен и пренебречен И Матерь Бога нашего Честничую Херобли И Славничую Бестом Нинья Серафим Безостения Бога Слово Родшую Сущую Ход Народицу Тебе Павловна. Слышь нам на сердце Его дабы не лишиться нам Царства Твоего уготованное всем святым. Дух Твой благий доведет нас в землю правды. Слава Тебе, честь и поклонение истинной Крести Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, если где-то отходы такие отработки, то Слава Тебе,